доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии четверга и начну с евро европейская валюта продолжает расти по отношению к основным конкурентам фунту иене и американскому доллару в центре внимания инвесторов находится вчерашняя публикация предварительных январских данных по инфляции в странах еврозоны индекс потребительских цен в месячном исчислении снизился с 0,4 до 0,3 процента но в годовом вырос с 5 процентов до 5,1 процента вместо ожидаемого сокращения до 4,4 процента тем временем инфляционное давление в европейской экономике продолжает расти из-за увеличения стоимости энергоносителей и продовольствия американский доллар остался под давлением на фоне выхода слабых январских данных по занятости показатель сократился на 301 тысячу вместо ожидаемого роста на 207 тысяч это первое снижение рабочих мест более чем за год эксперты связывают с влиянием эпидемии штамма коронавируса омикрон который усиливает влияние на американскую экономику наибольшие потери традиционно понесли индустрия туризма и гостиничный сектор австралийский доллар доллар вчера продолжил сильно расти укрепляясь третий день подряд на этой неделе валюта выросла на 2,2 процента отыграв большую часть потерь прошлой недели развитие бычьих настроений по инструменту наблюдается после публикации протокола последнего заседания резервного банка австралии по процентной ставке как ожидалось регулятор оставил значение без изменений на уровне 0,1 процента но при этом объявила полном завершении программы количественного смягчения уже 10 февраля нефть продолжает торговаться во флете поддержку ценам оказывают решение участников сделки опек плюс о сохранении текущего плана наращивания поставок нефти на рынок министр опек плюс проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тысяч баррелей в сутки в июле прошлого года страны опек плюс договорились наращивать нефтедобычу на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц до истечения ограничений ограничений взятых на себя с мая 2020 года но каждый месяц встречаться чтобы корректировать договоренности в случае необходимости и план еще ни разу не не менялся несмотря на просьбы потребителей о большем наращивании добычи и факторы в виде появления новых штаммов к вид 19 которые могли бы привести к снижению спросом следующая встреча министров опек плюс назначена на 2 марта цены на золото вчера завершили с повышением третью сессию подряд неожиданное сокращение числа рабочих мест частном секторе сша в январе и снижение доходности казначейских облигаций оказывают котировкам поддержку на прошлой неделе состоялось заседание фрс сша на котором чиновники регулятора объявили о начале корректировки параметров монетарной политики что привело к локальному снижению котировок золота однако его глобальные перспективы остаются довольно позитивными из важных событий на сегодня по серверному времени джемте плюс 2 в 14.00 решение банка англии по процентной ставке это относится к важнейшим событиям рост процентной ставки ведет к удорожанию фунта снижение к удешевлению в 14.45 решение ецб по процентной ставки она принимается в зависимости от сложившихся перспектив инфляции и роста экономики снижение процентной ставки может отрицательно сказаться на котировках евро в 15.30 пресс-конференция ецб по денежно-кредитной политики которую как правило проводит президент ецб его комментарии к решению о процентных ставках могут оказать влияние на волатильность евро в 16.15 выступление председателя банка англии бейли в 17.00 индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе значение индекса выше 50 может положительно отразиться на котировках доллара сша и на этом у меня сегодня все желаю вам успешной торговли всего хорошего